Это тот случай, когда даже 21 место почетное. Барнаул попал в рейтинг лучших городов для бизнеса, по мнению издания Forbes. И это среди тысячи городов России. В первой тройке оказались Краснодар, Южно-Сахалинск и Тюмень. В рейтинг по понятным причинам не стали включать Москву и Санкт-Петербург. Эксперты оценивали кадровый потенциал, инвестиционный климат, демографическую ситуацию. Для нас очень важно, что во всем рейтинге именно доля, удельный вес оценки бизнеса занимает 50%. Понимаем, что именно благодаря, прежде всего, оценке нашего бизнес-сообщества такой рейтинг получился. Сегодня в Алтайском крае в сфере малого и среднего предпринимательства занята треть всего экономически активного населения. А это 352 тысячи человек. Мы сами себе оплачиваем больничные, как собственники бизнеса. Если что-то, какие-то непредвиденные ситуации, мы несем полную ответственность за свое детище. Это тоже надо понимать. Налоговые органы, проверки, ведение отчетности. Но это все решаемые вопросы, их можно решить. Но главное, либо иметь специалиста, который компетентен в этом вопросе, я имею в виду юриста и бухгалтера, либо самому уметь решать эти вопросы. А проблем за последние годы было много. Последствия пандемии, санкции, дефицит кадров – все это не могло не отразиться на бизнесе. При этом, заверяют в Краевом управлении по развитию предпринимательства, в регионе создавались и создаются условия для бизнеса. Это и нацпроекты, и субсидии, и гранты. Огромный комплекс мероприятий сегодня нацелен на развитие предпринимательства на всех уровнях. Пецифика нашего края в том, что практически во всех отраслях основной костяк – это именно представители малого и среднего бизнеса. И все мероприятия, которые сегодня реализуются по поддержке, по развитию, формированию комфортного налогового законодательства, которое учитывает интересы всех сторон, реализуется огромное количество мероприятий финансовой поддержки. Как пример хотел бы привести региональный фонд финансирования предпринимательства. Мы сегодня начинающим предпринимателям предоставляем займы на 3 миллиона рублей под 1%. Добавим, что во многом именно состояние сферы малого и среднего предпринимательства обеспечило Барнаулу место в рейтинге одного из самых авторитетных экономических изданий. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Алексей Фритин. День с толком.